Обеспечить людей достойными зарплатами, повысить качество образования и здравоохранения, модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство – это приоритетная задача майских указов президента страны. На их реализацию из консолидированного бюджета Чувашии направлено более 10 миллиардов рублей. И работа эта продолжается, одолжила сегодня министр финансов Светлана Енилина на заседании Кабинета министров. Собственные доходы республики выросли. Предпринятые в текущем году меры обеспечили дополнительные поступления в размере 1 миллиарда рублей, подчеркнула министр финансов. По темпу роста собственных доходов среди субъектов Приворского федерального округа Чувашия подняла с 13 место в 2011 году на 4 место в 2013. Темп роста налоговых доходов в консолидированном бюджете республики в текущем году сохраняется на уровне среднего значения по субъектам Приворского федерального округа. Республика занимает 5 место. В целях дальнейшего увеличения собственных доходов необходимо максимально использовать имеющиеся ресурсы. Это сократить задолженность в республиканские и местные бюджеты по налогам и арендной плате за использование государственного муниципального имущества и земельных ресурсов. Несмотря на то, что задолженность по арендной плате в Чувашии снижается, все же абсолютное значение сохраняется на высоком уровне и составляет 482 миллиона рублей. Кроме того, налоговики фиксируют много нарушений в части своевременности и полноты перечисления в бюджет НДФЛ. А это значит, что предпринимательское сообщество по-прежнему использует серые схемы выплат зарплат. Поставить барьер противоправным действиям, усилить контроль за исполнением законов. Такую задачу ставит перед собой правительство. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.